Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы отчасти из музыкальной семьи Ваша мама пианистка Как-нибудь они повлияли на ваше решение заниматься музыкой? Вы знаете, мама на самом деле не профессиональная пианистка Мама играет достаточно хорошо на фортепиано Ей еще приходилось со мной заниматься много В музыкальной школе с моим старшим братом Скорее более профессиональными музыкантами Были моя прабабушка и бабушка Прабабушка пела в Рединском хоре А бабуля была романсовой певицей Но это вот все как раз по русской линии шло Потому что со стороны папы Там более, как мы говорим обычно, более серьезные профессии У вас, Анжелика, есть замечательная история о том Как вы в первый раз услышали джаз Ваша бабушка вам подарила пластинку Что это была за пластинка? И может быть вы помните, если я не ошибаюсь, вам было всего 6 лет тогда? Да, я не ходила еще в первый класс Что вас как ребенка зацепило? Я очень долго не могла уснуть Это правда, эта история реальна Мне бабуля предложила на выбор несколько пластинок Мне кажется, я в тот момент даже не прочитала Что было написано на обложках этих пластинок Но абсолютно точно понимала, что мне приглянулась очень сильно одна женщина Абсолютно точно не с таким цветом кожи, как у меня Я долго смотрела на эту пластинку В итоге взяла ее, прижала к себе И в тот момент бабуля мне сказала, что Если ты полюбишь Эллу Мне сложно объяснить то, что я чувствую в тот момент, когда я говорю о джазе Но это действительно часть меня, часть моего мышления, часть моей жизни Джаз это для меня все Джаз это как любовь, это как дети, как семья Это неотъемлемая часть моего менталитета Поскольку мы сейчас говорим о вашем детстве Какой вы были в детстве? Совершенно загорелый и обгоревший весь ребенок, если это лето Так как я родилась все-таки в городе на Волге, замечательном городе Саратов Конечно, безусловно, я висела на дереве вниз головой И я была вся в зеленке, вся в синяках, в ссадинах Это был кошмар, меня было невозможно восстановить Потому что я бежала на улицу Вернее, не уходила с нее 24 часа в сутки Я, помнится, заработала два сотрясения мозга Меня это тоже не остановило Я была очень подвижным ребенком И дай бог мне родители успевали одеть хотя бы, господи, плавки Потому что я была просто обычным, нормальным, уличным ребенком При том, что у меня было замечательное детство Родители пытались меня увлечь Я была вот таким вот азарным, конечно, малышом Как из сорванца Маугли выросла такая потрясающая Ну, я позволю себе сказать, скромная и тихая Утонченная девушка То есть Саратовское музыкальное училище Потом эстрадно-джазовый колледж в Москве Что вас так изменило? Когда я снимаю грим, аксессуары и платья Я становлюсь такой же дома Таким же Маугли Ничего не поменялось на самом деле Интеллигентный Маугли Можно так сказать Потому что у меня достаточно интеллигентная, дипломатичная семья Но в силу того, что вся жизнь моя импровизация Я, конечно, не могу в корне измениться Я пыталась над собой работать Но по всей вероятности Останусь такой Пока Навсегда Забегая вперед Вы учились в классе у Владимира Хачатурова Который подарил, в общем-то, миру Столько замечательных исполнителей Что он вам сказал? Как вам удалось? Чем вы так его поразили? Сейчас будет момент истины Я никогда не говорила об этом в эфире Мне просто повезло В тот момент, когда я поступила в училище Каких-то необыкновенных талантов Скажу честно, во мне не было Но, по крайней мере, мне Я не замечала в себе чего-то такого экстра неординарного Чтобы поступить Причем я не поступила Я перевелась В общем, по большому счету Я не была вот в том потоке Дрожащих судорожно ребят Которые мечтают поступить Конечно, безусловно Я участие в Саратовском музыкальном училище Имела в голове, держала в голове мысли Идти дальше, безусловно Но что это случится так скоро Я закончила второй курс в музыкальном училище В Саратове И совершенно случайно Поехав на гастроли Со своей одной группой Которая меня совершенно случайно Пригласила исполнить бэк-вокал На их концерте Я говорю, ну а что ж, поеду Заодно у меня разживет здесь тетя Поеду повидаюсь с тетей Ну и, собственно, как говорится Восвояси Но не тут-то было Решила я посмотреть на то Какое музыкальное училище в Москве Потому что у нас было очень серьезное музыкальное училище Вокалисты, инструменталисты Обучались по одной системе Очень строго У них были одни педагоги То есть в Москве все равно Как-то все гораздо более лояльно Как выяснилось А у нас был такой Серьезный подход Значит, когда я пришла в училище И до меня наконец-то дошло Что я вот в этих стенах стою Первый человек, которого я увидела Это был Владимир Шестофорович Хачатуров И в тот момент Вот сейчас я вспоминаю И мне кажется, что это было не со мной Потому что это все было Это было все в секунду Он сказал мне Ну здрасте Наконец-то Заходите Я смотрю Я понимаю, что это Владимир Шестофорович Хачатуров Меня начинает трясти Я говорю Как заходить? Куда заходить? Он говорит Документы привезла Вот так вот все это Все это Все в секунду происходит И те ребята, которые меня знают Знают, что я говорю правду Я говорю Какие документы? Владимир Шестофорович Что вы? А он говорит мне Ну давай ты уже что там Переводишься? Давай нормально Переводись Переводись Да, все хорошо Переводись Я говорю Как? Я говорю То есть я полностью растерялся Мне сказали Все, езжай Значит, забирай документы Ты все сдала Да, я все сдала Хорошо, ты закончила второй курс Переводись Но будешь переводиться С потерей года У нас просто Ну вот такие вот порядки Я говорю Хорошо, все Я поехала домой На полном автопилоте Такое чувство Что на мне нажали какую-то кнопку Я не помню себя Взяла билеты Поднеслась домой Приехала и сказала Мам, я уезжаю в Москву Ну я даже вам передать не могу Что она в этот момент испытала Как выяснилось Через много лет Она Как она сказала Мое сердце бежало По шпалам за поездом А я в тот момент Настолько была поражена Что мне кажется Я сейчас только как мать Понимаю Что с ней было в тот момент Я взяла свои вещи Я взяла с собой Телевизор Ни много ни мало Полный чемодан Видеомагнитофон То есть все Нормально Все Вынесли все Да Вынесли все И у меня не было ощущения Что я вернусь сразу Как только я села в поезд Я поняла Что я больше не вернусь Я вышла на Павелецком вокзале Меня встречали друзья Которые меня проводили до дома И через несколько дней Меня были экзамены вступительные Переводом Анжелика Возвращаемся к Владимиру Христофоровичу Хачатурову Какие самые яркие воспоминания Связаны с ним То есть я знаю точно Что он К каждому своему ученику У него был индивидуальный подход Каждый Если читать интервью Уже состоявшихся исполнителей И так далее Все говорят Вот он мне говорил то Он мне говорил Что он говорил вам Самое яркое воспоминание Это он сам Знаете Есть такое Ну на мой взгляд Совершенно Совершенно ошибочное Мнение Что Нет незаменимых людей Так вот Я с этим поспорю Потому что Есть незаменимые люди Для нас Для всех учеников Владимира Христофоровича Это Верная правда Мы Я до сих пор Не могу на станцию Третьяковской ездить Простите Потому что Там все напоминает о нем И заходить в училище В том числе Мне хотелось бы Но Иногда я прохожу мимо Потому что понимаю Что его не увижу Воспоминаний столько Что Я вас уверяю Что Даже если эфир У меня был 36 часов Я бы не смогла Все рассказать Но Есть одно Очень яркое воспоминание О нем Я пришла как-то На урок Я не помню Какой причине Я не поела Вот честно Не могу припомнить Это был уже обед Нам нужна опора Когда мы поем Соответственно Если мы голодные Голодный артист Плохой артист Вот Мы начали с ним заниматься Он сел за рояль И он мне говорит Слушай Я что-то понять не могу Ты себя плохо чувствуешь Я говорю Да нет Я нормально Бодра и весела Он говорит Скажи мне А почему тогда Что с твоим голосом Такое ощущение Что ты вообще В первый раз Это делаешь И я говорю Я так хочу есть Ловим стопор Никаких сил Ты что Не поела Не поела Должна за два часа До урока Была нормально Кусок мяса съесть Хлебушка черненького Я говорю Ну это как-то так получилось Я так спешила на вокал Видимо долго спала Он говорит Ну понятно Голос спит И он голодный Пошли Я говорю Куда Вставай Одевайся Зима Я опять только разделась Опять одеваюсь И он одевается Я говорю Куда Пошли И все Он меня повел В кафе Я не буду говорить В какое У нас как раз У нас только открылся Это кафе Около метро Третьяковская И Вы представляете Вот эту сцену И там Все училище Соответственно сидит Я захожу С педагогом Не просто с педагогом Не просто с педагогом А с человеком Который для нас Для всех Поступил Не поступил Когда-то Столкнулся с этим человеком Эпохой Или не столкнулся Для всех Это было Я не буду говорить громких слов Все знают Что я имею ввиду Это для нас Был чудесный человек И вдруг я Только что поступивший Просто вхожу В кафе С Владимиром Савровичем Махачатуром Ну он сажает меня Заказывает И мы сидим С ним едим У меня Просто мелко трясет Потому что еще месяц назад Буквально Я жила в Саратове И не помышляла Такой удачей Это действительно Реальная удача Она бывает Ну Все Покушали Пошли То есть буквально Три минуты Урок продолжился Нет урок не продолжился Он говорит Ну ты что сейчас Петь собралась Садись Я вот сейчас позанимаюсь А ты переваривай А ты переваривай Трамбовайся Да И после этого Мы с тобой Ты же понимаешь Ты же не сможешь сейчас петь Это просто Это чудесный Это человек креатив Человек импровизатор Человек душа Для нас Владимир Шестофорович Это все И так будет всегда Никто не сможет нам его заменить Это невозможно Анжелика Я сейчас предлагаю Вам и нашим телезрителям Посмотреть сюжет О проекте Которому Вы занимаетесь Посвящаете всю себя Я бы сказала Что вы являетесь Не просто продюсером Арт-директором И много-много Сейчас модных слов Вы крестная мама Этого проекта Это проект Джаз Паркинг Мы продолжим о нем говорить После того Как посмотрим сюжет Чтобы нашим телезрителям Было понятно О чем идет речь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...